Хвостик рисуем. Посмотрите, хвостики могут быть самые разнообразные у рыбок. Особенно аквариумные рыбки, они совсем разные. Уроженка Ростовской области Екатерина Авилова переехала в Видное в 2019 году. Воспитателя с 10-летним стажем с радостью приняли на работу в детский сад «Яблонька». По первому образованию наша героиня – агроном-эколог, но профессию сменила по семейным обстоятельствам и ни разу об этом не пожалела. Когда родилась дочь, я пришла работать в детский сад, совершенно случайно, чтобы ее устроили, детский сад. И мне понравилось работать с детьми. Я видела их искренние глазки, смотрела, как они относятся трепетно к своим воспитателям. И мне тоже захотелось работать воспитателем. Я пошла учиться, закончила Белгородский педагогический колледж, потом прошла переподготовку на воспитатель-логопедической группы. Для Екатерины быть воспитателем – это словно каждый день возвращаться в детство, удивляться и радоваться. Я уже давно Екатерину Сергеевну знаю с детства. С ней очень весело. Мы в пятой группе играли в одну игру очень интересную. И она очень хорошая, и всегда придет на помощь. Она добрая, хорошая и постоянно играет с нами. Видно, Екатерина жила у своих родственников. Обратить внимание на программу социальной ипотеки для воспитателей посоветовали коллеги. Рассказывает, немного волновалась, но решила рискнуть. Подала документы в феврале. После удачного собеседования пришло долгожданное подтверждение. И вот она среди счастливых обладательниц сертификата на жилищную субсидию. По соглашению мы должны выбрать квартиру в Ленинском городском округе, либо в ближайшие территории. Но, конечно, я хочу где-нибудь здесь поближе купить, чтобы мне удобно было добираться до моего учреждения. Претендовать на жилье по такой схеме может педагог со стажем работы не меньше пяти лет, из которых первые три года прошли на территории Подмосковья. По условиям программы покупку квартиры оплачивает областной бюджет, а владелец покрывает лишь проценты по кредиту. В этом году сертификаты на жилье получат еще более 70 учителей и педагогов дошкольного образования.